Зелени много не бывает. В летнем рационе полным-полной петрушки и укропа. А разнообразить это ассорти можно шпинатом. Моден в Европе прекрасно растёт у нас. В удобренной почве делаем бороздку в полтора-два сантиметра, а затем хорошенько проливаем. Леечку я вставила, сама придумала вот такую трубочку. Для чего? Для того, чтобы струя воды непосредственно в эту попадала бороздочку. Чтобы семена сцепились с почвой, слегка утрамбовываем землю. Сразу после посадки поливать грядку нельзя. Образуется почвенная корка, которая помешает взойти шпинату. Как только взойдут семена, можно ещё раз удобрить землю. Конечно, не химией. Шпинат растение нежное, сразу всё впитает. Травкой, которую вы пропололи, положили в бочку. Через две недели она забродила. Образовался навоз естественный. И этой водичкой из травки поливаем шпинать, морковь. Собирать урожай можно уже через 10 дней. Поможет шпинат при гипертонии и пониженном гемоглобине. И неважно, как вы его приготовите. Почему? Потому что при термической обработке, в отличие от остальных овощей, он сохраняет свои свойства в том же практическом составе, что имеет дом. Диетологи любят включать шпинат в рацион своих пациентов. Не пора ли вам попробовать? Только не готовьте его впрок. При таком приготовлении очень много именно свободных радикалов образуется азотистого основания, которые только зашлаковывают сосуды. Внимание! При нефрите, подагре и мучекаменной болезни есть шпинат не рекомендуется. Анастасия Кныщук, Денис Фролов и Леонидов.